Дай почитать. «Грязь кладбищенская» – очень своеобразная книга, очень непростая для чтения. Все действующие лица этого романа – мертвецы. Они лежат в своих могилах и гробах и разговаривают. Вспоминают прошедшую жизнь, ссорятся, убеждают, сердятся, отчаянно сплетничают и злословят. Но сделать уже ничего не могут, им остается только одно – говорить. Они используют отборную брань, колкие злые замечания, жесткие прозвища. Это сатирический роман, в котором высмеиваются многие черты тогдашней Ирландии. Социальное устройство, мещанство деревенских жителей, их представление о жизни, распри между Ирландией и Англией и тому подобное. Как точно заметила «Санди Таймс», «Грязь кладбищенская» – это восхитительный гимн всему, что есть гнусного в человеческой природе. Но среди этого неумолчного вербального проявления коллективного потока сознания лейтмотивом проходит история сестер Падень – Катрины, Боб и Нель. Когда-то они все втроем были влюблены в одного мужчину. А также это трагедия учителя. Финал этого четырехсотстраничного романа неожиданен. «Грязь кладбищенская» задевает заживое, потому что здесь высокая трагедия не заведена до уровня фарса. И потому что нет у читателя надежды на лучшее. Потому что рано или поздно все жители деревни соберутся на кладбище, ведь никто не живет вечно. И эти разговоры о бытии, о взаимоотношениях, о Гитлере, войне, культуре и многом другом продолжатся. А труба кладбищенская все так же будет взывать к живым и мертвым. «Нет на кладбище ни жизни, ни времени, нет ни света, ни тьмы, нет ни заката, ни прилива, ни смены ветров, ни перемены погоды. Для пеленки уже есть саван, для колыбели – могила. Жизнь платит свою дань смерти». И все же, какой крест поставят над Катриной Падень? Об этом можно узнать, только прочитав «Грязь кладбищенскую» Мартина о Кайне 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Дай почитать!